Глаукома – хроническое глазное заболевание, которое приводит к полной слепоте. Но это при отсутствии лечения. В Сочи же, утверждают врачи, за последние три года зрение сохранили тысячам горожан, в том числе тяжело больным с раковыми опухолями. После химии у меня вообще, вы знаете, туман в глазах был. А вот после операции я сейчас уже 100% хорошо. Революционных перемен, а соответственно и желаемых результатов, добиться удалось благодаря новейшим методикам лечения и современному оборудованию. Оборудование появляется тогда, когда появляется хорошее заведующее отделение. И он находит возможность достать оборудование, находит возможность качественно оперировать пациентов. Вот эти составляющие дает возможность 4-й городской больнице сейчас выйти на высочайший офтальмологический уровень в современной России, по крайней мере. Помимо хирургического и терапевтического лечения, офтальмологи 4-й горбольницы проводят для пациентов разъяснительную работу. Самое главное, что нам удалось наладить в городе Сочи, это работа с пациентом. Два раза в год в нашем учреждении, мы сегодня будем об этом говорить нашим коллегам, два раза в год проходит школа глаукомы для пациентов осенью и весной. На этих школах мы рассказываем нашим пациентам, что такое глаукома, как ее правильно лечить, когда нужно появляться к доктору. Зачастую пациенты, конечно, приходят в достаточно запущенном состоянии. Но наша задача глаукому победить невозможно, но хотя бы на каких-то этапах выиграть эту битву, я думаю, мы в городе с нашим сможем. На самой конференции заведующий офтальмологическим отделением «Четверки» и делится опытом и с гордостью рассказывает о профессиональных достижениях. Сочинские медики подчеркивают, подсчет количества операций – это не погоня за цифрами, а показатель работы сочинских специалистов. Если сегодня у нас делают 10-12 операций в день офтальмологических в 4-й городской больнице, где у нас офтальмологическое отделение, то в прошлом до 2014 года их делали 10-12 в месяц или даже меньше. То есть, конечно, есть абсолютно прогресс, есть достижения. Ну а сегодняшний форум, он как раз направлен на то, чтобы все специалисты термологического профиля поделились своим опытом. В Сочи уже традиционно свои слеты проводят не только офтальмологи, но и нейрохирурги, гинекологи, кардиологи. И для сочинских медиков участие в подобных конгрессах – это лучший опыт. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.